МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устраивают ли нас площадки существующие? Еще раз напоминаю, номер нашего телефона 211-101. Вы можете участвовать в опросе на сайте хакирова.ру и на нашей странице ВКонтакте. Существующие в Кирове концертные площадки. Вас устраивают полностью? Скорее устраивают, чем нет. Вообще не устраивают. Или я не знаю, туда не хожу. Не знаю, не хожу. 37% по-прежнему это лидирующий вариант ответа на нашей странице ВКонтакте. На сайте хакирова.ру ситуация несколько иная. Скорее устраивают, чем нет. Есть некоторые недочеты, некоторые неонцы, которые можно не замечать. Ради общения с вечным добрым светлым. Хочу просто напомнить, что причиной нашего обсуждения стало интервью нашего губернатора, Игоря Владимировича Васильева. Нашей радиостанции 18-го числа в понедельник. Он сразу после избрания сказал, что пока у нас нет большой площадки для гастрольных выступлений, крупных коллективов, где могли бы собираться несколько тысяч людей. При том, что кировская публика одна из самых благодарных. Поэтому открытие серьезной концертной площадки в Кирове с качественным оборудованием для большого количества зрителей одна из задач, которая должна стоять перед нами в первую очередь. У нас в первом части прозвучали несколько высказываний на сей счет. В частности, начальник управления культуры администрации нашего города Марина Юсупова высказала за большую концертную площадку. В том числе прозвучала такая идея, что, возможно, и билеты подешевеют. От кого это прозвучало? От Марины Юсуповой. Начальник управления культуры. Я передаю ей колоссальный привет, Марина Александровна. Вы знаете, мы дружим, общаемся, с вами много лет работаем, в том числе и на сцене. Значит, формула очень проста. Я буду говорить тезисно, да, потому что я сюда пришел как обыватель, как горожанин, который всеми руками за. Вот я вот кировчанин. Вот чем больше будет театров, концертных площадок, ресторанов, тротуаров, дорог, чем больше краше будет мой город, там торговых центров, да, тем я буду, конечно же, вот за как обыватель, как кировчанин, то есть будет проблема уже тех, кто это строит, да, то есть собственников там и так далее, и так далее. Вот. Но формула, чем больше мест в зале, тем дешевле билет, ровно, прямо, обратная. Чем больше в зале мест, тем больше аппетиты у артиста, тем больше затратная часть на бюджет мероприятия, это свет, звуки, прочие дела, аренда. И однозначно цена билетов не понизится, потому что те артисты, которые собирают сегодня аншлаги, это артисты с такими гонорарами, которые наш город не сможет проглотить не потому, что у нас есть или нет площадки, потому что у нас есть финансовое положение города. И на этом я бы хотел вот в этом тезисе поставить точку. Уровень доходов, так называемый. Уровень доходов, это очень просто и понятно, потому что нас слушает сегодня широкий зритель, да, не экспертное сообщество, слушатели, поэтому я вот буду говорить такими, грубо говоря, законченными формулами, чтобы потом не развивать, потому что можно целую программу посвятить, так сказать, каким-то нюансам отраслевым, которые я сегодня представляю и в том числе как продюсер, да, понятна эта тема. То есть это сразу ошибочная история. Это заблуждение. Это заблуждение, однозначно. Это, скорее всего, формула тех людей, которые не работают в этой индустрии, не рискуют своими, так сказать, финансами, да, которые, простите меня, не терпел крахи, да, которые не знают цену, будем говорить, к сегодняшнему, там, успешному финансовому, там, доходу концерта. Сегодня на самом деле кажущиеся полные залы, вот Игорь Владимирович, мной очень уважаемый, он говорит о том, что полные залы кругом, да, это, я бы сказал, в спорте есть такая фраза, техническая победа. То есть сегодня полный зал, это не значит, что все билеты проданы. И опять на этом я хочу поставить точку, чтобы не... Ну, поясните для тех, кто... Нет, ну я могу пояснить, по поводу полных стадионов, условно говоря, да, очень часто полный стадион обеспечивается очень просто. То есть берется несколько ПТУ, приходят ребята, их рассаживают на эти места, и полный стадион нам показывают. Бесплатно. Если банально говорить, Николай, конечно же, прав, потому что он в теме. Но я хочу поблагодарить Игоря Владимировича вот за что. Он, во-первых, создал повестку для обсуждения. И он создает идеи, он идет по разным направлениям, он ищет какие-то сегодня проекты, которые могли бы взбодрить, так сказать, наш сонный край. С другой стороны, на опыте 45-летней жизни в нашем крае, я понимаю, так сказать, уж сколько их упало в эту бездну. Помните такую фразу Пугачева? Идей, да. Иных уж нет, а тех долечат. То есть все хотели как-то взбодрить наш, так сказать, сонный край, выводя его какими-то вот такими мегапроектами, да? То есть, ну... Ну, мы сегодня уже вспоминали тему с оперным театром, которая буквально пять лет назад звучала, да? С ее оперным театром, да. Вот, ребят, мне остается лишь только... Может, он есть уже где-то? Мне только порадоваться остается за то, что человек, вот придя сюда, да, он начинает набрасывать какие-то идеи правильные. Но от идеи до ее реализации, ребят, это просто колоссальная совершенно пропасть, потому что сегодня нужна проектная работа, сегодня нужно экспертное сообщество, надо послушать. То есть, опять-таки, простым языком говоря, вот как Коля объяснил, как заполняются стадионы, я скажу простой русской фразой. Ребят, семь раз отмерить, один раз отрезать. Ну, тот же губернатор заявил о том, что, возможно, это может быть схема частного государственного-государственного частного партнерства. Роман, как специалист, вообще частниками интересна эта тема. Руслан, если не назовете. Ой, ну, простите, Руслан. Вы знаете, ребят, на самом деле я не очень компетентен в, скажем так, инструментах реализации этого проекта. Я знаю, что государственного партнерства. Бизнес-то интересуется, не интересуется эта тема. Еще раз говорю, если будет такой здоровенный, классный, современный там центр, кто-то в него вложится, да, я буду только рад. Безусловно, один раз, два раза каждый из нас, как сказать, придет туда, посмотрит, поглядит, что там можно будет сделать. Но это должен быть, конечно, мультиформатный центр. Безусловно. Я вас уверяю, что сначала мы говорим, так сказать, о том, что приедет Скорпионс, Битлз или Роллинг Стоунс, да. Хотя я не считаю, что если они к нам в Киров заедут, то там вот от этой инъекции культурной, там, условно говоря, уровень общей культуры станет как бы лучше, и наш город станет как-то сразу будет, извините, за молодежный сленг на хайпе, да. Мне просто нравится эта словечка, правда, говорят, оно отходит. Вот. Но не в этом дело, на самом деле. Дело в том, что рано или поздно этой площадке придется в какой-то момент стать автосалоном. В какой-то момент стать, так сказать, спортивной площадкой, в какой-то момент стать площадкой для митингов политических, в какой-то момент стать для ярмарки. В какой-то момент, чтобы свадьба там отгуляла. Безусловно. Вы же понимаете, что если в филармонии, так сказать, продают там пуховые платки, или, например, рыбу, лекарства, и мы это воспринимаем как норма, да, то в целом это, конечно, ненормально. Но мы понимаем, что сегодня экономическая ситуация у нас такова, что выбирать не приходится. Тем более, если будет большая современная площадка, и любой руководитель площадки однозначно отдаст ее, если ему дадут эту цену, он отменит все мероприятия. Если ему дадут большую цену, он забудет про свои спектакли, он забудет про все, потому что если придут, хорошую цену дадут за корпоратив или за какое-то мероприятие. Однозначно это будет вот такой мультиформат. Поэтому в основе все-таки вот этого проекта лежит экономическая составляющая и своевременность. Вот если эти два вот в этом контексте рассуждать, то, скорее всего, не считайте, что я такой, знаете, вот евроскептики, что я вятские скептики или представляю там традиционно вятский патерналистический, так сказать, тип людей, которые скажут, да зачем это надо, да лучше бы эти деньги нам отдали, да лучше бы куда-то. Я, конечно, так не буду рассуждать, потому что это, на мой взгляд, это вообще вульгарно так рассуждать. Я просто говорю, что еще раз нужно подумать сегодня, вот какие вызовы и какие потребности, какие запросы у тех людей, даже тех людей, которые сегодня голосуют и говорят, простой обыватель, да, нам надо, а ты туда ходил, а ты туда пойдешь, нет, я не пойду, но пусть будет. А я, может быть, и сходил бы, у меня денег не хватит, тоже вариант ответа. Их может быть большое множество, но еще раз говорю, такие проекты, конечно, я думаю, что вот ценность сегодняшней нашей встречи, я благодарю, что вы меня пригласили, хотя бы о том, что это сегодня обсуждается в СМИ, это обсуждается, это и есть обратная связь, есть общение. И я благодарен, что там, например, губернатор создает повестку. Но надо знать самого губернатора. Я с ним познакомился, ну, это, скажу, что шапошное знакомство, но у меня впечатление, что это достаточно целостный, мощный человек. Не забывайте, что он офицер спецслужб в прошлом, а это элита нашего общества, он санкт-петербуржец, он образован, он, у него есть потребности в культуре, он сам поет, читает стихи. И, конечно, ему здесь немножко как-то, ну, слегка кажется, наверное, все скучновато. И он считает, что вот если мы чуть поднимем эту историю культурно, да, то на самом деле что-то здесь как бы изменится. Это благие намерения на самом деле, благие. Но в целом-то город созрел для таких вещей? Или он созрел пока для того, чтобы это только обсуждать? Я думаю, что на сегодняшний день пока вот это обсуждение, смотря как они устроят этот диалог. То есть пригласят ли они на площадку обсуждений людей компетентных, да, экспертов? Или, может быть, у них уже все созрело, и, скорее всего, этот проект делается под кого-то? Понимаете, тоже ведь такой ход может быть. Мы сейчас не можем понимать, что у людей в голове, и какую ценность они придают своим словам. Если это слово, если это идея, в принципе, которую в 3D проработали там в течение какого-то времени, и признали, что она не своевременна, что она не нужна, и отложили, то это совершенно нормально. Я помню прекрасно, значит, о том, что где-то года два назад на выходе уже был Сан Саныч Галицкий, мною уважаемый, если слушает меня, большой привет. На выходе из областного правительства, да, да, там уже, да, возникла вот такая какая-то вспышка, такой всполох вновь. Давайте создадим объединенную дирекцию театров, зрелищных мероприятий. Коль, ты помнишь эту историю? Да, помню, да. Она периодически как-то возникала у людей. Причем, так сказать, когда создавали там наш культурный центр «Аполло», пытались ее тоже в эту историю заточить. Аргументация была очень права. Сидел тогдашний министр культуры наш, так сказать, глава департамента Микрюков, и вот, знаете, рефлексировал на тему, вы знаете, была императорская дирекция театров, как бы было хорошо ее воссоздать. Вот это я называю прожектерство или фантазии Фарятьева. Это взрослые, оседовласые мужики сидят и рассуждают на тему, которая, ну, практически очень сложно реализуемая. Да и неактуальна. И неактуальна. Вот тогда по этому вопросу я, например, сказал просто неактуально, не нужно, нет. На тот момент Андрей Борисович Скальный, это сегодня министр культуры, тоже наш друг, товарищ, и привет ему большое, высказал. Он в отпуске сейчас. Ну, тем не менее, он сказал о том, что, когда его спросили, что вы думаете по этому поводу, он сказал, я не вижу в этом криминала. Вот тут бы я тоже поставил точку, пусть зрители и слушатели сами понимают, что человек подразумевал и какая риторика как бы есть у людей, которые представляют, в общем-то, экспертное сообщество. Я считаю, что вот в этих вещах нужно говорить прямо, четко, без обиняков и без языка из зопы. Понимаете, из зопов язык. Вот это вот и вашими нашими, и споем, и спляшем иногда служит совершенно дурную службу, потому что проект нужно обсудить. Если в этот проект вписываться, извините меня, то нужно его потом дожать. Организовать нет сложностей, построить, вероятно, нет сложностей. Пусть с распилами, пусть с посадками, потому что у нас все большие, значит, вот эти стройки, это всегда такая зона риска, понимаете, мы предполагаем, какой сценарий может быть. В конце концов, можно это все запустить, что дальше с этим делать, вопрос. Давайте сейчас перед паузой мы успеем еще выслушать дозвонившегося слушателя. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Мария Ивановна, наш представитель. Да, это я, я. Буквально на полминутки. Слушаем ваше мнение. Да, мое мнение, надо большой концертный зал. Я с двумя руками за это. Потому что, чтобы к нам, если считается у нас провинция, но чтобы у нас не провинция была, а нормальный город. И я хотела, чтобы к нам приезжали оперные, певцы, артисты, опереточные и вообще концерты. А в современные дома культуры вы ходите, существующие в нашем городе? Вас все там устраивает? Ну, как, я вот сколько лет ходила в родину, в академический хор. Ну, когда еще старый был, и сейчас в новый хожу. Нет, а вы в филармонию ходите или вроде на балетные постановки, на концерты, на опереты, на оперы? Хожу, хожу. Ну, и вас это не устраивает? Некрасиво там или как, получается? Ну, почему красиво, но все-таки хотелось, все-таки у нас большой город, хотя считается. Так надо, конечно, большой зал. В общем, по вашему мнению, Марья Ивановна, мы уже созрели для того, чтобы у нас была большая концертная площадка. Конечно, об этом разве? Да. Что, приезжали артисты? Спасибо. Не два-три человека, а побольше. Спасибо. Хорошо, 211 номер нашего телефона, сейчас пауза, и мы продолжим. Урбан. Программа о городских проектах. О культуре сегодня говорим, о пище духовной, нужны ли нашему городу новые концертные площадки, что делать с существующими, устраивают ли они вас, эхакирова.ру и наша страница ВКонтакте, участвуйте в опросе. Они вас полностью устраивают, скорее устраивают, чем нет, вообще не устраивают, не знаю, вы туда не ходите. Тоже вариант. У нас в студии Руслан Мамедов, художественный руководитель творческого объединения Киров Концерт, продюсер Шоумен. Вот сейчас мы будем набирать, или уже набираем, да, Николая Донецкого, арт-директора ресторана Гауди, музыканта. И хочется у Николая узнать, вот как раз-таки с позиции музыканта, комфортно ли вообще выступать в наших учреждениях культуры музыкантом. Николай, добрый день. Добрый день. Да, рада приветствовать вас. Мы, да, говорим, и в предварительном звонке мы обсуждали этот вопрос. Хочется услышать вашу, Николай, позицию. С точки зрения выступающего музыканта, комфортно ли там? Который собирает стадионы. Привет, Николай. Да, Руслан Мамедов, да. Николай, все критично или все не так плохо, можно исправить? Или все хорошо? Ну, на самом деле, если говорить про основные государственные площадки, которые имеются в виду дома культуры, филармонии и так далее, там тот же Александровский костел. Что касается технического оснащения, ну, мне кажется, оно очень далеко от идеала. То есть в каких-то местах, конечно, чуть лучше, в каких-то чуть хуже. Но как музыканты мы часто сталкиваемся с тем, что когда нужно провести концерт в 100 миллионов государственных учреждений, нужно вести все свое полностью и целиком. Хотя запросы у нас, в общем-то, не такие серьезные на самом деле. Все свое мы опять имеем в виду техническую сторону вопроса. Да, техническую сторону вопроса. То есть я не говорю, конечно, даже про инструменты. Инструменты-то бог с ним. Например, мониторы, микрофоны зачастую приходится вести свои. Потому что тот парк аппаратуры, который присутствует в данный момент, ну, он, конечно, оставляет желать лучшего зачастую. Ну, Николай, ты очень вежливо сегодня, когда говоришь так корректно. Давайте вам конкретно возьмем. Вот, Николай, допустим, если ваш или наш с тобой концерт, наша программа проходит в филармонии. Филармония сможет нам адаптировать на ваш формат? Абсолютно нет. По качеству или по... То есть сама филармония своими силами, да, мы имеем в виду? Подождите, по качеству или по наличию, как вот ты считаешь? Основная портальная система филармонии стоит вполне приличная. Действительно, это отличная акустика. Она позволяет создать красивый звук. Но, кроме этого, там практически ничего нет. Ну, понятно. Если бы это было, то, вероятно, нужно было бы это как-то и обслуживать. Какие-то рукоприложения, это все имеется профилактика, амортизировать. То есть, конечно, хорошо, чтобы было это. Но это ведь, наверное, не вопрос там нового концертного зала. А это вопрос, может быть, отношения к тому, чего сегодня есть? Ну, мне кажется, это ведь началась, вся эта история началась не сегодня. Она началась и не два, и не три года назад. Собственно говоря, я помню прекрасно упоминать, так как, кроме как музыкант, я еще являюсь, ну, грубо говоря, близким к темам продажи музыкальных инструментов. Николай, поближе, пожалуйста. Телефон куда-то там попадает. Куда-то звук попадает. Пошел звук. А, да, прошу прощения. А вот так слышно, да? Нет, хуже. Холодно. Еще раз. Холодно. Алло, алло. Алло, нет, что-то у нас со связи все-таки. Коль, ну ты просто скажи, вот ты как бы за там, ты считаешь, что нужен там на 2-2,5 тысячи места зал? Просто сейчас об этом рассуждаем. Может, опять на 10? Конечно, по большому счету такой зал нужен, но тут вопрос, какими целями? То есть, что делать в таком случае? Огромные компании людей, которые работают в тех залах, которые уже существуют, собственно говоря, при появлении такого зала. Конечно, да, если появится такая площадка, появится возможность привозить значительно более значимых звезд российские, зарубежные эстрады и так далее. И там, да, наверное, это хорошо. Можно будет делать масштабные постановки опер, балетов и так далее и тому подобное. Хорошо. Хорошо. Да. Если все это, как сказать, финансирование уйдет на вот этот вот большой, красивый, прекрасный залп, а всем остальным заведениям культуры, в которых, в общем-то, все мы и работаем, собственно говоря, постоянно, ничего не достанется, и они останутся на таком же уровне. Спасибо, понятно. Николай Донецкий, арт-директор ресторана Гаузи. Все-таки Николай прекрасный музыкант, я вам хочу сказать. Конечно. Прекрасный музыкант, надо признаться. А я, кстати, думаю, вот он сказал, что останется с другими этими дворцами культуры. А у меня, знаешь, какая мысль пришла? У нас же все дворцы культуры, сейчас они стали тематическими, да, вот там был ДК АвиТек, сейчас это семья. Культурный центр семьи. Это ни о чем не говорит, ребята. Это авангард, областной дворец молодежи. Дворец молодежи, там ОЦМ, это дворец Дружнорода. Вот это о многом говорит, понимаешь? Вот когда мы видим, как эти издания ветшают, обшарпываются, мы понимаем не только, как у нас относятся к культуре, мы понимаем, как относятся к семье, молодежи, и к дружбе народа. Это понятно, это метафизика, это все фигуры речи и ваше остроумие, Николай. Вот это не остроумие, это грустное очень остроумие. Вот если просто возвращаться к этой истории, вот Николай прекрасный музыкант, но еще раз говорю о том, что вот эти постановки... Донецкий. Да, Николай, конечно, да. То есть эти постановки и прочее. Вопрос еще раз говорю, вопрос запроса. У него прозвучало рациональное зерно, что будет с этим. Дальше он начал уже говорить о том, а что будет с другими, если бы до кабы. Вот это вот сослагательное наклонение. Ребят, ничего не будет. Будет большая площадка, если, поверьте мне, и филармония работать будет так, как она работала, и костел будет с камерными своими формами работать. Понимаете, есть же жанры, господа. Давайте переведем это все в профессиональную... Которое невозможно представить в других стенах. Ну да, ну кто, ну кто, расскажите мне, кто может собрать 2,5 тысячи рублей народа сегодня в стране, я перечислю по пальцам. Ну не приедет в наш город Шнур, дальше что? Ну не будем так безнадежны. Не, ну не приедет дальше, дальше, Володь. Ну вот допустим, не приехал в наш город Шнур, дальше что? Что наш от этого город пострадал? Да по большому счету нет. Ну кому надо, сели, поехали в ТАТ-арену, в Казань отсмотрели, да? Не приедет Скорпионс, дальше что? Съездил я в Екатеринбург, прекрасно посмотрел на Мотовилихе, так сказать, завод Молот и так далее. Дальше что? Кто будет руководить этим? Кадры решают сегодня все. Порядка минимум 150 человек только должно быть на такую халабуду, простите меня, я процитировал Жванецкого. Это все нюансы, которые нужно обсуждать не эмоционально, а профессионально и компетентно. И я вам рекомендую все-таки звонить, так сказать, безусловно всегда надо звонить хорошим людям и хорошим музыкантам, да? Но если мы хотим сегодня, чтобы какая-то польза от нашей программы была, тут нужно все-таки вот именно разграничивать. Еще раз говорю, обывательская точка зрения, которой в том числе и я сегодня принадлежу, в начале сказал, чем больше хороших объектов, проектов, судоходная река, не знаю, там сказать, все что угодно, я просто всеми руками за этого всего. Но еще раз говорю, надо все смотреть в перспективе, краткосрочный, долгосрочный и среднесрочный. Коля, вот скажи мне, пожалуйста, простой вопрос, тебе завтра подарят Мерседес за 13 миллионов, Брабус и так далее, ты его возьмешь? Нет. Почему? А потому что я подумаю, что я с ним буду делать дальше. У меня нет больше ни одной реплики. Давайте тот же самый вопрос нашему слушателю зададим. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Говорите громче, пожалуйста. Владимир меня зовут. Да, слушаем. Я сейчас вот послушал последние слова, так я вот на 200% с этим согласен. С чем именно? Ну, то, что нам зал этот не нужен, потому что лучше судоходная река, лучше построить в деревне пару-трой перм по новой технологии, там может запустить какой-то заводик, но не тратится деньги. Но мы сейчас так плохо живем, что нам это концерт. Вот, знаете, давайте подумаем о сельском населении, которое с утра до ночи что-то там пытается вырастить, сделать, и сидят они, как говорится, у разбитого корыта. А мы тут какие-то концертные залы пытаемся. Ну, вообще, снесло получается. Не будет натр что-то там сказал, лишь бы, наверное, привлечь внимание или что-то еще. Ну, вот, вот, говорю, с последними словами, которые сейчас были в эфире, я на 200% согласен. Нужно что-то, может, другое. У нас сейчас достаточно этих залов, которые, вот, поехал в любой другой город, если тебе уж надо, там побольше зал есть, смотри, там, кому надо, у кого деньги есть. А у населения сейчас денег вот нету. Я бы побеспокоился больше о сельском населении. А вы сами сельский житель, Владимир, да? Да. Что-то подсказывает, что да. Скажите, пожалуйста, а вы как часто посещаете культурные массовые мероприятия? И далеко ли вы живете от областного центра? Ну, мы живем недалеко, 30 километров. Посещать не посещаем. Как у вас называется населенный пункт? Пусть слышат люди. Да, в район Загария у нас. У вас клуб есть или какое-нибудь учреждение культуры? Да, есть там клуб в Загаре, есть. Бывают там и песенки поют, и все. Местного населения, так вот, скажем, достаточно, но некогда в селе, некогда там шастаться концертом. Заниматься этим, да. На мой взгляд, очень разумно. А вы в областной центре выезжаете на концерты, на выступления театров, музыкантов, артистов? Не выезжаете. Не выезжаете. Вот человек сказал о том, что, кстати, целевая аудитория потребителей. Немножко вышли за рамки, ну, областного центра, но действительно, это уже большая проблема. Понимаете, дело в том, что полагается, что, вероятно, путь ведь не будет закрыт жителям, так сказать, близлежащих территорий или области, да. Вот, но это вот глаз народа. Вопрос такой будет, у вас требованы жителям близлежащих территорий. А давайте построим новый культурный центр в городе, разберем старый и передадим куда-нибудь. Есть собирательный образ там слушателя-обывателя, Марья Ивановна, да, которая говорит... Она с учительницей так ассоциируется, в первую очередь. Ну, я не знаю, с кем, так сказать, но для меня с Марья Ивановной, которая, вы знаете, вот добрые бабушки сидят, лузгают семечки Марья Ивановна и вот перебирают все, что там можно, да, то есть участвуют как-то в этой жизни. Вы не забывайте, что мы эту жизнь строим в том числе и для таких Марья Ивановна, понимаете, да. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Женщина говорит, чтобы не два-три артиста приехало там, а побольше. Марья Ивановна, вы подойдите сегодня к афишной тумбе, вы там два часа будете вокруг нее ходить, потому что такого количества артистов на протяжении последних лет не было никогда. 2017-й сезон 2018-го года побил все рекорды. Разножанровость, разные кошельки, вот чего твоей душеньке угодно. А с чем это связано? В двух предложениях, в двух рекламах. Я тебе могу просто сказать, у всех стала плохая ситуация финансовая, в том числе. И у артистов едут, и у... Короче, поехали. То есть задача, чем можно больше городов накрыть, да? Да, и кроме всего, хочу сказать, что все-таки мы строим отраслевое, допустим, говорим об идее отраслевого, так сказать, учреждения, да, культуры. Это шоу-бизнес, это культура и так далее. Сегодня это все просело колоссально. Все просело колоссально. Чтобы сегодня такие большие проекты, еще раз говорю, осуществлять, нужно, вероятно, знать, под кого, какие механизмы осуществления, кто будет спонсором и кто будет выгодоприобретателем в первую очередь. А то, что этот, скажем так, объект на сегодняшний день как-то колоссально изменит, так сказать, наш сегодняшний культурный фон нашего города, я считаю, что наш город сегодня, в принципе, весьма культурный. Да, он провинциальный, но он и никогда не будет столичным городом, ребята. Давайте будем смотреть правде в лицо. Поэтому, еще раз говорю, диалог, общение, экспертное заключение, рабочая группа, проектная работа, это все признаки очень зрелого решения любых идей. Сами идеи по себе хорошо, но я просто призываю зрело, взросло, умно подходить к решению этих вопросов. Перед тем, как уйти на рекламу, поздравляю вас, жители нашего города. У нас новый глава. С результатом 27 голосов на первом заседании Кировской городской думы 6-го созыва победила Елена Ковалева. Ну что ж, поздравляю, Елена Васильевна тоже поздравляет. Игорь Васильев, губернатор, вручил Елене Васильевной цветы. Вы меня простите за нахальность, но вы же меня пригласили, я могу, сейчас мы на рекламу пойдем, да? На рекламу сейчас пойдем. Я фразу и скажу, кто бы сомневался. Реклама. Урбан. Программа о городских проектах. Блин, к завершению уже продвигается наша программа Урбан, остается 10 минут. Давайте еще одно мнение. Мнение застройщика выслушаем в нашем эфире. У нас на связи Денис Крутихин, председатель совета директоров компании Кировские ССК. Денис Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Да, вы делите нам, пожалуйста, минутку-две. Вот хотим, как, собственно, руководитель строительной компании, вашу позицию услышать. Новое учреждение культуры, новый дом культуры, существующие площадки, соответствуют ли они, на ваш взгляд, требованиям времени, приятны ли на них смотреть, ходить с точки зрения доступности, с точки зрения... С точки зрения профессионального строителя. Да, профессионального строителя. Как они выведут. И вот, да. Конечно, конечно, неудобно, потому что они все строились по старым нормам, по старым СНИПам. Количество машин сейчас в разы увеличилось. И это не выдерживает никакой критики. Вот то, что есть у нас сейчас. Как это менять, на ваш взгляд? И нужно ли? Нужен ли тот большой концертный зал, о котором губернатор Васильев заявил? Ну, я думаю, безусловно, нужен большой концертный зал такой, чтобы мы могли пригласить артиста высокого уровня. Потому что когда у нас приезжал Киркоров, он где-то в Чепецке Олимп-арена, что ли, был. Приезжают большие артисты. Мы то в цирке собираемся, где ни парковок, ни подъездов, ничего нет. То еще где-то. Если появится где-то у нас в доступном месте большой концертный зал с удобными парковками, с большими холлами, многофункциональное такое здание, то это будет здорово. Денис Леонидович, приветствую вас. Руслан Мамедов, да, в нашей студии тоже хотел бы поинтересоваться. Да, пожалуйста. Приветствую вас, Денис Леонидович. Привет, Руслан. Привет, привет. Привет, привет. Я думаю, что у нас в регионе и сил, и средств именно строительной мысли хватит 100%. Тот же самый Денис Леонидович, такие проекты строят. Я думаю, что построить по современным сегодняшним стандартам, наверное, не составит труда. Правильно, Денис Леонидович? Денеги, проблем нет. Было бы где денежки взять. Вот. А есть ли вообще интересант? Простите, что перебиваю. Может ли быть интересант у нас? Ну, интересант. Вы знаете, этот проект будет окупаться очень-очень долго. Это все-таки такой проект социальный, направленный на комфортную жизнь горожан в нашем городе. И если кто-то возьмется, коммерсант, скажет, я вот построю, и у меня окупится все это за три месяца, или за три года, за пять лет, это нереально, это полгода болтовня. Точно так же, как и не терраспорт. Тоже говорили, что он мгновенно окупится, а что получили взамен? Ничего не получили. Денис Леонидович, ну вы как человек опытный, согласность с той, так сказать, сентенцией о том, что построить, в принципе, найти деньги на сегодняшний день возможно. А вот потом, как его ввести в эксплуатацию, как его грамотно реализовывать, этот проект, как его эксплуатировать, как его содержать, это тоже вторая часть и очень серьезная проблема в среднесрочной и в долгосрочной перспективе, не правда ли? Ну это, конечно, есть масса примеров, которые построены в таких же городах, как у нас, в полумиллионниках, в Пенге построен, там еще где-то есть, я знаю, построены. И они живут, работают. Конечно, это не сверхприбыльный какой-то проект, но тем не менее, этот проект имеет право на жизнь, и он обязан быть в нашем городе просто и всего. Потому что, ну, когда артистов в цирке собирают, ну, чтобы все желающие могли поместиться, это разве дело? А вот так, навскидку, цена вопроса, можно как-то предположить? Концертный зал на 2, на 3, на тысячу мест, это сколько стоит вообще? Не, ну что, давайте посмотрим, что может входить в этот концертный зал, обязательно 2-3 тысячи мест, это нужно как минимум полторы тысячи парковочных мест, а то и две. То есть, должны быть какие-то там сопутствующие залы, конференц-залы, гримерки, еще что-то. Это все зависит от проекта, его можно наворачивать до бесконечности. Главное сейчас найти место, то удобное, которое устроит всех, и чтобы была хорошая транспортная доступность. А вы считаете, это надо в городе или за городом делать, вот как Рокус, например, там за МКАДом? Говорят, что они хотят освоить площадку Квату. В Загарье у нас звонок был. А, в Загарье? В Загарье поставим, да. В Загарье, ну, в Загарье, наверное, далековато. Далековато ведь есть... Ну, еще не была мысль, значит, за речного парка. Не все на автомобилях. Подождите, я слышал, что Квату площадка, она как-то рассматривается, вот нет? Квату прекрасное место. Прекрасное место, там можно открыто сделать площадки, там все войдет. Можно сделать там какую-то дополнительную инфраструктуру, которая будет приносить какой-то попутный доход для содержания этого же концерт-хола. Можно сделать там большой парк, разбить вокруг этого концерт-хола там. По-моему, площадка около 30 гектар, Квату бывшая. Ну, 20 минимум, да. Денис Леонидович, у нас в прошлой передаче неделю назад предлагала Алла Марсона-Буркова, председатель правления Кировской архитекторов, за речный парк, вот как вариант. Ну, за речный парк, мы все знаем, в пятницу это мост забит, постоянная пробка, едешь на концерт отдохнуть, провести хорошо время и все нервы оставишь в этой пробке, как туда залезть, не дай бог, там авария, мост узкая горлышко. Ну, а тогда мост сделать в два раза шире, что ли. Ну, у нас такая же сегодня ситуация, в общем-то, с Родиной обстоит. Вроде бы на сегодняшний день не совсем, так сказать, актуальность потерял этот советский проект, такой он уже был в конце советских годов, да, строился. В целом-то он достаточно перспективный. Вот все говорят, была бы Родина в центре города, да, Денис? Нет. Родина без перспективный проект, причем потому, что там нет парковок. Надо делать количество парковок на количество посадочных мест. Если будут парковки, я с удовольствием бы стал ходить в Родину. Я в Родину не хожу только потому, потому что там негде припарковаться. И последний вопрос, ну сколько? Миллиард, полтора миллиарда минимум? Ну так, чтобы представлять сумму. Ну, полтора миллиарда. Ну, это можно раскручивать до бесконечности. Что мы захотим? Ну, я думаю, от миллиарда. От миллиарда. От миллиарда, да. Спасибо, Денис Крутихин, председатель Совета директоров компании Кировские ССК. Но, кстати, в следующем году у ДК Родина ведь будут сквер облагораживать проект поддержки. Возможно, я всегда, вы знаете, начинал свою карьеру с ДК Родина, для меня Родина одна, и адрес у него просто Гайдара-3, как мы всегда говорили. Значит, Денис Леонидович, вот видно уже человек из другого, во-первых, социального уровня, да, из другого финансового положения, из другого прагматического, так сказать, из реального сектора экономики, как мы называем его, да. Он рассуждает уже категориями такими более-менее все-таки адекватными. Но ведь он не знает, например, сегодня, вот приезжал Филипп Киркоров. Ну, давайте зададим вопрос, наверное, прокатчику. Успешно прошло мероприятие или нет? Мы не знаем, к сожалению. Так вот, я вам говорю, потому что вчера, прежде чем к вам прийти, я подготовился, я позвонил своим коллегам в сообществу прокатчиков. У нас не так их много, но я вас уверяю, это, наверное, рейтинг города Кирова один из самых высоких по стране по уровню качества и по уровню отношения к своему делу. Прокатчиков у нас это 5-7. Порядочности, да, и профессионализма отношения к делу. Я горд, что я, честно говоря, к этому сообществу принадлежу. Я горд за каждого из моих коллег. Хотя мы бываем конкурентами, хотя мы деремся. Бывают противоречия со многими, так сказать, постоянная дискуссия. Но это компетентные люди, потому что они на собственной шкуре узнали, что такое привезти Киркорова, что такое привезти Лепса. Знаешь фразу «ты был на Лепсе?» Спрашивают, это где? Пойдешь на Киркорова, у меня ни ружья, ни лицензии. Ты был на Лепсе? Где? На площади Лепсе был, да. Это все, ребята, кажущиеся, вообще это все мнимости. Для того, чтобы понять вообще рентабельность этого всего. Я вас уверяю, если Филипп Бедросович узнает, что у нас есть шикарный зал на 2500 мест, у них есть тоже градация. Их ценник, простите за это вульгарное выражение, я его не люблю, но гонорар, он у них возрастет в разы. И чтобы адаптировать площадку в 2500 мест, нужны совершенно другие изобразительные художественные средства и акустические решения. Я не думаю, что сегодня площадка, любая какая бы была, она будет выдавать услуги комплексно. В любом случае при этой площадке будет какая-то компания, которая будет инсталляцией заниматься, то есть это тоже дополнительные деньги. Кто-то будет ставить светодиодный экран, кто-то это обслуживает. Потому что не может сегодня площадка, кроме эксплуатационного персонала, еще в том числе иметь ровно такой же штат, который бы обслуживал современные технические средства. Это нереально. В любом случае это будет внешняя компания. Так, простите, я прерву. У нас есть звонок-то? Принят у нас звонок? Есть, принят. Простите. Просто у нас еще один коллега, человек близкий к культуре, музыке. Роман Веселков, наш коллега, который сейчас находится. Надо сейчас говорить не так. Человек недалекий. Недалекий. Он сейчас в Москве находится. В настоящее время он является продюсером творческого обвинения Кругозора. Нет, мы сейчас его представим. Рома, привет, Ром. Привет, друзья. В эфире Кировского эха. Да, буквально минута остается. Мы сегодня обсуждаем современные концертные площадки, Дома культуры Кирова. Вот с подачи губернатора Васильева зашла речь о том, что надо бы нам большой концертный зал, чтобы мировых звезд приглашать. Вот у тебя есть минута, чтобы сказать свое... Мнение. Резкое, да, резкое. Роман Веселков, так и будет. Нужен ли нам большой зал? Да, Рома, минута только у нас. Ну, чисто теоретически, конечно, нужен, потому что площадок для принятия артистов определенного, скажем, уровня и статуса у нас таких площадок нет. Поэтому мы возим, например, Кировича Петки в самую арену. Ледовую арену. Да, да, да. Это не потому, что там так классно, а потому что это просто мест достаточно для того, чтобы этого же Киркорова принять. Я вот успел услышать обрывок, у Руслана рассказывал как раз про Киркорова. И опять же, я буду, видимо, Руслану поддакивать. Действительно, обслуживать такую площадку нужно, конечно, огромное количество спецов. У нас такие спецы есть, их там полтора человек, они размазаны каждый по какому-то своему закутку. То есть, по сути дела, для того, чтобы создавать какую-то новую эту большую территорию, придется, видимо, объединить там, например, как раз «Росгастроли» Руслана, «Олди» компания, там еще, да, то есть «Имлайт» подключить, чтобы вот все эти специалисты как-то сообщать, действительно, могли содержать эту большую структуру. И дальше станет вопрос. Но у нас Киркоров один, ДТТ группа одна, а группа помельчится. Туда же придется возить. А где «Стрелки» выступил? «Стрелки»? А где будет Пагудин петь свои романсы? Я даже не знаю, кто такой последний. Ну вот. Вот. Соответственно, я не знаю, что я могу сказать. Конечно, с одной стороны надо, с другой стороны на кой. Да, то есть построим мы ее, что потом с ней делать? Я хочу просто... 30 секунд. Спасибо. Ребята, не забывайте, что очень скоро наш Кировский цирк будет реконструирован благодаря его директору сегодняшнему нашему коллеге. Кстати, мы это точно знаем, потому что мы об этом говорим последние несколько лет. Вроде как выделяются деньги, но... Ребята, вопрос времени. Запомните, пожалуйста, сегодня политика Росгосцирка, которую осуществляют запашные, делать сегодня из цирков многофункциональную мультиформатную площадку. Там можно сделать и лед, и бассейн, и шоу, и спортсменов, и цирк провести и так далее. Не сбрасывайте со счетов, что если это будет большая площадка, я вас уверяю, и филармония, и родина, и цирк, они по-прежнему тоже все будут работать. Все зависит от жанров, это раз. Все зависит сегодня от экономической ситуации, потому что Киркоров или не Киркоров едет только сюда потому, что... Не потому, что здесь большие залы, а потому, что мы сможем это адаптировать. Понимаете? То есть если люди смогут дать эти гонорары, будет большой зал, гонорары увеличатся, увеличится цена билетов однозначно. Я вам это говорю 100%. Поэтому еще раз, поддерживаем, общаемся, и одной программой, одной передачей не должно закончиться, должна быть компетентная площадка. Спасибо. Я думаю, что будет еще повод для того, чтобы обсудить данный вопрос. На этом программа «Урбан» сегодня заканчивается. Благодарим нашего гостя Руслан Мамедов, художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт», продюсер «Шоумен» Роман Веселков был только что с нами на связи, Николай Голиков. И Владимир Сметалин. Всего доброго. До встречи завтра в «Дневном развороте» ровно в 11.05. Всем мира. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...